Добрый день, Анатолий Иванович. Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. Наше предприятие является одним из ведущих производителей арматуры в Российской Федерации. Одно очень старое. Завод был основан в 1756 году. С тех пор имел он разные ипостаси, но тем не менее сейчас мы производим стальную запорную арматуру. Опыт этот больше 60 лет, поэтому мы себя позиционируем как из ведущих производителей. Расскажите, пожалуйста, о продукции, которые вы производите. Что из них представлено? Мы производим широкие спектры арматуры. Это арматуры, конечно, стальные. Это арматура для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Это арматура из стали 20 и стали 20 ГЛ. А также из специальных стали. Это из нержавеющей стали, а также из нержавеющей стали с молитвеном. То есть это из специальной стали с высокими коррозионными свойствами. Основные потребители – это газовики и нефтяники, нефтехимики, нефтопереработчики. То есть вот так вот, если крупно взять, это вот наши основные потребители. Если называть по брендам, по фирмам, то есть все практически у нас присутствуют в числе наших потребителей. То есть это и «Лукойл», это и «Газпром». То есть все основные игроки, скажем, на этом рынке являются потребителями нашей арматуры. А поставки в основном на российский рынок или есть? Поставки в основном на российский рынок и порядка, может быть, 7-8% идет поставка в страны ближнего зарубежья, так называемого, да, это СНГ. Значит, в планах есть выход на рынок арматуры ближнего Востока. Значит, для этого мы сейчас проводим сертификацию системы менеджмента качества в соответствии со стандартам американского нефтяного института API. Мы также готовимся к выпускной продукции по спецификации API 6D. Это непосредственно арматура по стандартам API. Скажите, пожалуйста, о новинках вашей производности? Ну, новинка, значит, этот цикл не останавливаем разработку новой продукции. Надо начать с того, что мы очень серьезно подходим к модернизации производства в целом. То есть у нас на предприятии существует летнодействующая программа модернизации. В общем-то, эта программа рассчитана на 4 года и бюджет составляет почти 800 миллионов рублей. То есть идет модернизация, начинается изготовительного производства, получение отливок и штамповок, и, то есть, это мехопроводка, контроль качества, сдача, то есть, вся цепочка полностью. То есть, на нашем заводе присутствует весь абсолютно производственный цикл, то есть мы все делаем в зеленом предприятии. Соответственно, значит, мы можем гарантировать качество каждого изделия, каждой отливки, каждой штамповки на все переделки. А как развивается это использование энергетической арматуры? Значит, мы в сотрудничестве с организацией КБМАШ «Энергопроект», значит, осваиваем целую линейку задвижек на высокие энергетические параметры. Часть арматуры представлена здесь, часть находится в разработке, но планируем эту работу развивать дальше. Ну, это вот главная паровая задвижка «Эн-300». Это фактически самая большая задвижка целого ряда, которые являются аналогами той продукции, которую производил ЧЭС-возаводном электрическом машиностроении. В принципе, линейку полномерно осваиваем. В данном, значит, у нас есть уже и ряд освоенных изделий, и ряд находятся в разработке. Значит, на данный момент планируется также по энергетике выпуск запорных изделий, запорных клапанов, а также, значит, идет разработка КД на главный предохранительный клапан. То есть мы в этом направлении тоже развиваемся. Это есть диверсификация производства. Производство мы к этому очень серьезно отписываемся. На Вашем расстоянии появился новый литейный клапан? Кажется, по факту. Ну, здесь нельзя сказать, что он только появился. Значит, у нас единственное, наверное, предприятие арматурное, где отливки не получаются методом литья в землю. То есть у нас модернизация литейного производства также находится в конве, да, вот в нашем общем развитии. А в 2006 году была запущена линия вакуумно-плёночной формовки немецкой фирмы ХВС. А на данный момент идет подготовка к монтажу значит, линии по холодно-твердящим смеси Метальфасет-процесс, также немецкой фирмы ФАТ. Значит, начало монтажа планируется в январе 2011 года. Какие потребления вы получили? Ну, в плане потребления я обрисовал приблизительно, да. То есть это вот практически... А в плане технологии? В плане технологии, значит, у нас мы гордимся этим. У нас своя база, еще раз говорю, производственная. У нас достаточно квалифицированные инженерные кадры. То есть вот разработка новых изделий, внедрение новых технологий во многом ведется своими силами. Ну, конечно, мы сотрудничаем с организациями, да. Например, с КБА, без этого нельзя обойтись. Это центральный конструктор бюро в Матрустраде. Ну, также я уже называл КБМ-Машинэнергопроект. Многие предприятия используют также китайские. Китайские производства и технологии, как вы относитесь к данному вопросу? Что это сделает? Ну, нам это известно. Мы, в отличие от кого-то другого, называть не буду, мы принципиально не используем в своем производстве китайские компоненты. Ну, во-первых, нам это не нужно, потому что у нас достаточно высокий уровень своего производства в этот раз. Ну, во-вторых, использование китайских каких-то там заготовок или что-то, это называется модное слово «коперация», да. И задача в том, что изготовитель конечной продукции должен потребителю гарантировать качество. То есть если он не сможет это прогарантировать, то я считаю, что это непорядочно. А если так, то... То есть это на совести каждого производителя. Ваши планы на дальнейшую часть выставки и дальнейшее развитие компании? Ну, дальнейшее развитие, это что? Значит, вот помимо энергетики, мы сейчас, значит, осваиваем, у нас сейчас максимальная задвижка ДУ-500. Значит, вот в конце этого года следующий планируем осваивание задвижек ДУ-600-700 миллиметров. Ну и, соответственно, будем расширять линейку также по давлениям. Спасибо. А что касается выставки, это очень полезный форум, когда можно пообщаться, когда можно там посмотреть, как зовут конкуренты, ну и сделать выводы соответствующие. Спасибо. Ваши пожелания арматурщикам России и посетителям портала «Артон». Удачи! Успехов в работе и удачи! Спасибо!